Ровно 7 вечера в Петербурге. В прямом эфире новости в студии Евгений Соловьев. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петербурге реализуется более 100 различных мер поддержки, на которые в этом году выделено 33,5 миллиарда рублей. Половина средств уходит на бизнес. В непростой экономической ситуации промышленность Петербурга демонстрирует рост. Причем индекс промышленного производства превышает среднероссийские темпы более чем на 3% пункта. Положительную динамику демонстрируют практически все отрасли обрабатывающей промышленности, которые ориентированы на инвестиционный спрос и производство потребительских товаров длительного использования. Важнейший показатель роста – это объем жилищного строительства. Только в этом году за первое полугодие застройщики ввели в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил более 50%. Я хотел бы отметить, что это не просто жилье, а мы с вами приняли соответствующее постановление, что жилье сегодня сдается с учетом того, что должны быть сданы школы, детские сады, поликлиники и вся необходимая социальная инфраструктура. Хочу отметить, что строители длительного, они выполняют эти условия, но только в этом году мы с вами вводим 13 школ и 26 детских садов. Также на заседании отметили, что ситуация на рынке труда в Петербурге остается стабильной. В городе самый низкий уровень безработицы в Российской Федерации – всего 1,4%. Во втором полугодии есть риск увеличения этой цифры. Но губернатор Петербурга отметил, что с иностранными компаниями есть определенные договоренности, согласно которым они будут выплачивать сотрудникам зарплаты до конца этого года. Обсудили сегодня и реализацию указов президента о стратегическом развитии страны. Губернатор пояснил, как эти цели воплощаются в Петербурге. Одна из основных национальных целей – это улучшение материального положения граждан, рост доходов, снижение уровня бедности. Хочу отметить, что средняя номинальная зарплатная плата за нею вармя этого года, как уже было сказано в докладе предыдущем, составила 81 тысячу рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 11,2%. В этом году в Северной столице реализуется 41 национальный региональный проект. На эти цели из бюджета выделено более 39 миллиардов рублей. Приоритетное направление – демография. Главная задача – обеспечить устойчивый рост численности населения и увеличить здоровую продолжительность жизни. По данным, на начало июня в Петербурге проживает 5 миллионов 370 тысяч человек. Анастасия Шахова, Александр Ильсеев, Телеканал Санкт-Петербург. Глава Петербургского избиркома Максим Мейксин сегодня проинспектировал открывшиеся участки Невского района. Он проверил их работу накануне единого дня голосования. Наш обозреватель Дмитрий Копытов убедился, там все идет по плану. Первой в списке Максима Мейксина сегодня стала территориальная избирательная комиссия номер 24. Она расположена в здании районной администрации и будет организовывать выборы в двух муниципальных образованиях – Невская застава и Ивановские. 11 сентября, ровно в 8 утра, в Петербурге откроется 124 участка для голосования. Мегаполис выбирает 38 муниципальных депутатов в 10 районах. В работе задействовано 16 тиков. По словам председателя 24 территориальной избирательной комиссии, в Невской заставе конкурс 5 человек на место. Вакантных мандатов 2. Всего заявилось 14 кандидатов. Процедуру регистрации прошли 10. В МО «Ивановский» к выборам допущены 9 из 11 выдвиженцев. Мандата тоже 2. В отношении трех кандидатов в территориальную комиссию было принято решение об отказе в регистрации. Документы, к сожалению, были поданы крайне некорректно. Надо понимать, что три кандидата – это с точки зрения избирательной комиссии. Физически это два человека. Один кандидат выдвигался и в одном, и в другом избирательном округе. Ну и совершил абсолютно этичные ошибки в оформлении документов. Мы всегда стараемся помогать кандидатам, которые к нам обращаются. Суды подтвердили решение ТИКа. После непродолжительной, но конструктивной беседы Максим Мексин и Алексей Садофиев выехали на избирательные участки инспектировать УИКИ. В школе номер 331 Невского района уже установили информационные стенды. Завезли необходимую арктехнику, разместили указатели. Особое внимание к опечатанному сейфу. В данный момент сейф содержит списки избирателей, бланки открепительных удостоверений. То есть те моменты, с которыми могут непосредственно в соответствии с законом ознакомиться избиратели. То есть найти свою фамилию, удостовериться, что они действительно включены в список избирателей по данному избирательному участку. Акцент этой кампании еще и на видеонаблюдении. На участках установлены широкоугольные камеры, обеспечивающие полный обзор без слепых зон. Действительно Петербург один из немногих регионов, который применяет не видеорегистраторы, а полноценное видеонаблюдение. На 117 избирательных участках и 114 будет организовано видеонаблюдение заключением тех участков, на которых голосуют военные. Это именно полноценное видеонаблюдение. Трансляция будет организована во всех администрациях районов. В 10 районах, где, соответственно, проходит до выбора депутатов муниципальных советов. Замечания я сегодня в этом районе не увидел. По словам Максима Мексина, в городскую избирательную комиссию поступило всего несколько жалоб по поводу агитации. Все были рассмотрены. Замечаний сегодня глава горизбиркома не нашел и на участках в 340-й школе на улице Ольги Бергольц. Следующий важный этап – доставка бюллетеней для голосования. По планам их должны привезти 9 сентября. Дмитрий Копытов, Сергей Друан и Александр Елисеев. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Предупрежден, значит, вооружен. Охранные зоны теплосетей проверили в Центральном районе. Случается, что на их месте сажают деревья, строят детские площадки, устанавливают ларьки. Это чревато. Ведь порывы труб в Петербурге – не редкость. Дабы избежать трагических последствий, специалисты теплосети вышли в рейд. Милена Иконикова о том, как горячую воду в узде держат. Охранные зоны теплосетей – это пространство вокруг трубы. В зависимости от ее диаметра минимум метр в одну сторону от края конструкции и метр в другую. Здесь нельзя ничего складировать, размещать и даже, например, сажать деревья. Если не соблюдать требования и не устранять нарушения, последствия могут быть трагические, говорят специалисты. Например, на этой детской площадке год назад прорвало трубу рядом с горкой. У нас произошло технологическое нарушение. Трубопровод 250 миллиметров. Здесь было огромнейшее вытекание. Вся детская площадка была утоплена кипятком. Там почти 90 градусов был кипяток. К счастью, никто не пострадал. Аварию быстро устранили. Теперь решается вопрос о возможном переносе детской площадки. В данный момент мы с комитетом по логоустройству занимаемся проработкой. Сначала с управления садового парка у хозяйства. Садовый парк, он, кстати, центральная. Вот по этой площадке. Мы сейчас готовим к ним обращение, с поездом рассмотреть проект, который будет продлевать все-таки частичный перенос. Там теплосеть частично заходит, но все-таки заходит. Уведомления о необходимом обеспечении доступа к коммуникациям и устранении нарушений получили и собственники этого подвального помещения. Трубы заизолированы. И в случае к разливу кипятка, то есть доступа к трубам, мы оперативно не сможем отключить, перекрыть горячую воду. Вот, соответственно, могут пострадать люди. Сейчас температура воды в трубах около 70 градусов, а в отопительный сезон может достигать 100. Если собственник не реагирует на предписание специалистов теплосети, то проблему решают в судебных инстанциях. Но, как правило, все удается урегулировать мирным путем. Мы хорошо отработали с администрацией Адмиралтейского района по улице Почетамской. Там у нас было нарушение охранной зоны. И устранили, ничего сложного в этом не было. Там тоже детская площадка была. Устранили нарушение охранной зоны. Штрафы за размещение объектов в охранных зонах не предусмотрены. Поэтому устранение нарушений – это совместная работа. Правоохранителей, районных администраций, ресурсоснабжающих организаций и прокуратуры. Сейчас у теплосети под контролем примерно 2000 адресов. Все уже налажено на каждом десятом. Но проверки проводятся регулярно. Милена Иконикова, Владимир Беседин, Марина Везинская. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Они создают спецодежду, занимаются обучением детей, выпускают товары для здоровья. Они – это социально ориентированный бизнес. Сейчас в петербургском реестре таких компаний уже более сотни. И все они могут рассчитывать на поддержку городского правительства, которое готово выделять каждому полмиллиона рублей в виде гранта на развитие. Чтобы попасть в реестр, нужно обратиться в Комитет по промышленной политике. Максим Лебедев расскажет о тех, кто пошел вслед за своей мечтой. За пять лет существования этот проект получил признание многих петербургских родителей. Частный детский сад и Центр дополнительного образования специализируются на углубленном изучении английского. Благодаря местным педагогам ребята быстро осваивают иностранный язык, занимаются шахматами, учатся петь, танцевать или пить из глины. Открыли дополнительные группы сада с билингвальным подходом. Это английский частный сад, когда утром дети погружаются в английскую среду и после сна они занимаются на русском. 24 человека появились в дополнительные места и приняты были новые педагоги. Пригласить на занятия больше детей позволил грант от правительства города. На эти средства в историческом здании арендовали дополнительный этаж и полностью его переоборудовали. Теперь бывшая дача именитого архитектора Бенуа вмещает около пяти сотен ребят. Специальные салфетки для ухода за кожей, товары для диабетиков. Эта компания также получила поддержку города. Сеть из девяти магазинов занимается продажей и арендой социальных товаров. Среди них трости, костыли, ортопедическая обувь и специализированные средства гигиены. Чтобы эти для многих жизненно необходимые изделия стали еще доступнее, организации потребовалась помощь. Грант мы получили в конце 2021 года от Комитета по промышленной политике как социальное предприятие. И использовали эти денежные средства на приобретение нового серверного оборудования. И частично компенсировали расходы на аренду части социальных магазинов. Еще одна петербургская компания берегает здоровье людей иначе создает спецодежду. В списке заказчиков Министерство обороны, здравоохранения и МЧС на счету предприятия больше 20 уникальных патентов. Недавно начали разрабатывать материалы для одежды пожарного первого уровня защиты. Грант от северной столицы потребовался для приобретения сырья и научных исследований. Первый цвет, он ее отражает, выбрасывает свечение. А этот должен, наоборот, накапливать. И получается, что светится меньше времени. Грант был связан с тем, чтобы увеличить время свечения, сделать какие-то добавки в рецептуру вот этого покрытия, которое увеличивает свечение. Правительство Петербурга поддерживает социально ориентированный бизнес в рамках наспроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сумма грантов до 500 тысяч рублей. В прошлом году число социальных предпринимателей, входящих в реестр, было 125. В позапрошлом это 74 компании. В этом году, на сегодняшнюю дату, в реестре социальных предпринимателей у нас уже состоит 116 компаний, из чего мы делаем вывод, что, соответственно, количество компаний в социальной сфере растет. А впереди еще полгода. Чтобы попасть в реестр социальных предприятий, бизнесменам нужно обратиться в Комитет по промышленной политике и заполнить необходимые документы. Гранты можно будет получить уже в конце сентября. Максим Лебедев, Павел Чащин, Татьяна Константинова, телеканал «Санкт-Петербург». У меня на этом все, но не все еще сказано по теме поддержки реального сектора экономики. Аркадий Широградский продолжит эту тему. Приветствую, Аркадий. Да, Евгений, действительно, речь идет о поддержке экономики, но уже о крупном бизнесе, а именно авиастроении. Начинаем прямо сейчас. Продолжение следует...